МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. К акции помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик активно подключаются школьники. Нужно помогать. Чужих детей не бывает. Тем более люди в таком положении находятся, в тяжелом. Знаменитый на весь мир ансамбль песни и пляски имени Александрова проводит благотворительный тур по городам Подмосковья. Первоклассники из Развилковской школы своими руками создали мультфильм. Мы ставим свое куклу на стекло и потихоньку ее двигаем. Школы Ленинского городского округа активно подключаются к акции помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик. Ученики, их родители и преподаватели собирают гуманитарную помощь, которая ежедневно отправляется в зону проведения специальной военной операции. Подробности в репортаже Юлии Погосян. Это утро ученики Видновской школы номер 11 начали не с учебы. С конца прошлой недели актив образовательного учреждения занимался сбором и сортировкой гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой народных республик, которые решили не покидать свои дома, а остаться на родине. Сегодня школьники грузили коробки с необходимыми товарами. Очень много людей помогали нам, много родителей, много наших учеников просто приносило подарки, гуманитарную помощь точнее. И множество наших активистов помогали все это распределять по коробкам и упаковывать. Порядка 80 коробок, всего более тонны продовольствия. Здесь средства личной гигиены, продукты питания, вода. 11-я школа всегда принимает участие в благотворительных акциях, тем более сейчас в такое непростое время для нас, для Украины. Нужно помогать, чужих детей не бывает, тем более люди в таком положении находятся, в тяжелом. 11-я школа к процессу подошла креативно. Грузовой автомобиль ученики украсили плакатом, символом специальной военной операции, буквой «З». А по завершению погрузки гуманитарной помощи провели флешмоб в поддержку наших военнослужащих и жителей признанных народных республик. Наши ученики! Учителя и родители. Видновская школа номер 11 присоединились к акции «Доброе дело! Наши свои не бросают!» Мы вместе! Похожий флешмоб прошел и в Развилковской школе, ученики которой вслед за остальными образовательными учреждениями Ленинского городского округа присоединились к акции «Доброе дело». Мы с жителями Донбасса хотим передать привет нашей подмосковной земле. Здоровья, мира, солнца, тепла. Мы с вами. Среди гуманитарной помощи от Развилковской школы много товаров для детей. Мягкие игрушки, развивающие наборы, книги, шоколад. Чтобы помочь детям, чтобы они жили все нормально. Но взрослым я тоже принесла, например, макароны, воду. Грузовые автомобили для транспортировки гуманитарной помощи традиционно предоставляет руководство муниципального учреждения «Дорсервис». Эта партия груза из Развилки прямым рейсом отправилась в аэропорт Домодедово. Совсем скоро коробки прибудут в пункт назначения, где военные и волонтеры будут раздавать эти необходимые вещи жителям Луганской и Донецкой народных республик. Юлия Погосян, Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Александр Логинов, Ольга Садовская. Виднет. Лучший из лучших, знаменитый на весь мир ансамбль песни и пляски имени Александрова проводит благотворительный тур по городам Подмосковья для жителей и беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. На выступлении легендарного коллектива в Развилке побывала и наша съемочная группа. Раскудрявый, клен зеленый и слезной, Я влюбленный и смущен бедовой, Клен зеленый, да клен утрябый, Раскудрявый и слезной. Легендарной «Смуглянка» открылся концерт ансамбля песни и пляски имени Александрова на сцене Развилковской детской школы искусств. Услышать лучшие голоса России, увидеть виртуозные танцевальные номера можно в рамках благотворительного тура, который знаменитый коллектив проводит по городам Подмосковья. Большая благотворительная акция, организованная самим прославленным коллективом и Министерством культуры Московской области. В зале присутствуют и жители поселка Развилка, жители нашего Ленинского городского округа, и лично приглашены все беженцы, размещенные в поселке Развилка. Поющее оружие именно так называют этот уникальный во всех смыслах ансамбль. Творчество артистов в военной форме покорило публику во многих странах мира. И для зрителей в Развилке они представили 17 музыкальных сюрпризов. В репертуаре патриотические и народные песни, которые сопровождаются яркой хореографией. Зал детской школы искусств был переполнен ни одного свободного места. Каждое выступление главного военного художественного коллектива страны сопровождалось овациями и бурными аплодисментами. А после концерта зрители еще долго делились своими впечатлениями. Вот когда там на огромной подложке вот девушка танцевала прям... У нее как будто ноги не видела. Насколько они вот так вот делают. Они вот так, на носках ходят. Хотела вот так же? Да. Есть к чему стремиться. Наши дети ходят в школу искусств Развилка. И сегодня они увидели такой хороший пример, как надо заниматься, как надо... к чему стремиться, как танцевать, как петь. Уровень артистов, я считаю, это очень профессиональный. Такого достигают лишь только те люди, которые добиваются целей. В восторге. Очень классно, здорово. Очень-очень понравилось. За душу трогают. Молодцы, ребята, приятно. Супер, спасибо. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Специалисты музея-заповедника Горки Ленинские работают над созданием масштабной выставки под названием «Судьбы усадеб». В нее будет входить три различных экспозиции. Одна из них, получившая название «Гроза 17-го года», открыта уже сейчас. О ней нам рассказала старший научный сотрудник музея-заповедника Евгения Снеговская. Эмоционально, используя минимум изобразительных средств, описать ужас, который творился сразу после революции – дело непростое. Но у создателей экспозиции «Гроза 17-го года» это неплохо получилось. На центральном месте они разместили инсталляцию, объяснять которую вряд ли нужно. Это, можно сказать, так называемый дом, в котором творится как раз хаос. Буквально вот только что произошла революция, принят декрет о земле и остальные декреты, которые также символически здесь представлены. И вот уходит хозяин, которому было дано три дня на выселение после национализации. Хаос, в котором принимаются кардинальные решения, порой меняющие судьбы миллионов граждан. И то самое, что мы как раз хотели сказать, оно здесь выражено, и я думаю, здесь без слов. В общем-то, все понятно. В соседнем зале уже два года работает выставка под названием «В усадьбе у себя в раю», которая рассказывает о безоблачной жизни обитателей загородных имений, их увлечениях и быте. Экспозиция «Гроза 17-го года» призвана показать, как в одночасье рухнула эта жизнь. Здесь мы видим с вами декреты первой советской власти, которые как раз таки и спровоцировали все то, что происходило позже. Это декрет об уничтожении сословий гражданских чинов, это декрет о земле, который фактически запустил процесс разрушения дворянской культуры, усадебной культуры, ну и в принципе, да, все, что касается усадеб. Другие немногочисленные документы также призваны показать, почему судьба многих загородных имений и, конечно, их владельцев сложилась довольно трагическим образом. Сразу после революции мало кто задумывался об исторической ценности усадеб. Конечно же, для местных органов власти усадьба в первую очередь представляла ценность с точки зрения ее хозяйственного комплекса. Насколько он был развит, сколько находилось там в той или иной усадьбе коров, лошадей, какое было оборудование. Поэтому, конечно же, здесь не шла речь о сохранении фарфора, живописи или коллекции семейных архивов. Экспозиция «Гроза» 17-го года является частью более глобальной выставки «Судьбы усадеб». В ближайшем будущем откроются еще два зала, готовы даже их художественные решения. В одном будет рассказано о тех имениях, которые получили вторую жизнь, подобно горкам, а в другом – об усадьбах с печальной судьбой. Концептуальная идея была создать единое экспозиционное пространство второго этажа южного флигеля, дополнить уже существующую выставку в усадьбе «Себя в раю» таким логическим продолжением того, что происходило в обществе и в государстве после революции 17-го года. Экспозиция работает в южном флигеле-усадьбе «Горки» на постоянной основе и доступна всем посетителям музея-заповедника «Горки-Ленинские». Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. У кинотеатра «Искра» начала свою работу традиционная ярмарка. На ней, видновчане и гости города смогут приобрести экологически чистые продукты питания, а также обновить к весне свой гардероб. По торговым рядам прогулялась и наша съемочная группа. Весной на городской ярмарке у кинотеатра «Искра» всегда оживленно. Больше всего видновчан привлекают удобное место расположения, качественные продукты и доступные цены. Очень удобно. Учитывая, что там, например, что-то нужно прикупить и для себя, и для дома. Очень удобно. С наступлением теплых дней всем хочется как можно скорее увидеть на своем столе свежие овощи и фрукты. Поэтому аппетитные прилавки с молодым картофелем и капустой, румяными помидорами и свежими окурцами пользуются особой популярностью покупателей. Зеленушечка тоже. Надо витамину побольше кушать. Много в этом. Вот селикольная ботва. Это очень много. Молодежь берет ее, поглощает все жиры. И в салатик можно. И все яичечком жарить. Чесночок молодой тоже. Само-само сейчас вот брать. Жительница города Видна Екатерина – постоянная посетительница ярмарки. Девушка – большая поклонница белорусской фермерской продукции. Я беру сыр адыгейский. Колбаса рубленая очень вкусная, говяжья. Вот, рекомендуем. Приходите к нам на ярмарку. Белорусская мясная и молочная продукция высшего качества. Для тех, кто заботится о своем здоровье и ценит натуральный вкус. Продукции белорусские у нас. Большинство фермерские продукции. Колбаски, сыры, масло, творог. Все свежее, все вкусное. Покупателей у нас очень много. Постоянно они теперь покупатели. Елена Михайловна пришла за своим любимым медом. Необычный сорт пустырник с валерьяной она покупает только здесь. Он очень душистый, цвет такой насыщенный. Я его очень люблю. И доступная цена. На прилавке Евгения Гришина представлено более 30 сортов алтайского меда на любой вкус. Весна приносит с собой долгожданное тепло и смену декораций за окном. А значит, самое время обновить повседневный гардероб. Всегда хочется, чтобы новые вещи были хорошего качества и по доступной цене. Пальто, ветровки наших российских производителей. Рассветка очень хорошая. Выбор огромный. Размеры с 46 по 70 размер. Курточку, плащ выбрать. Ездить нам уже некуда. Поэтому покупаем здесь. Также представлен большой ассортимент текстильной продукции. Постельное белье, домашний трикотаж для всей семьи, шторы и интерьерные украшения. Напоминаем, что ярмарка будет работать до воскресенья, 24 апреля. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Здесь чувствуют себя как дома. Задушевные беседы за чашкой чая, викторины, конкурсы и театрализованные представления. В Расторгуевской библиотеке отметили 20-летие женского клуба «Золотой возраст». Как в одном чудесном царстве, Расторгуевском государстве, нынче праздник возлещен, день рабочий прекращен. Идея создать клуб для активного отдыха и общения людей золотого возраста в Расторгуевской библиотеке родилась 20 лет назад. Задолго до появления в Подмосковье программы «Активное долголетие». Один из создателей, а теперь постоянная участница клуба Елена Александровна Нагорнова, помнит, как все начиналось. Я, тогдашняя заведующая наша Валентина Моисеевна, мы с ней вдвоем основали этот клуб. Идею эту, и название это подарила нам Татьяна Викторовна Лукашева, наш директор. Впервые заседание клуба «Золотой возраст» прошло 31 марта 2002 года. С тех пор такие встречи в Расторгуевской библиотеке проводятся на регулярной основе. Собираемся, правда, в раз в месяц, но сидим очень долго, несколько часов. Идет у нас сначала официальная программа, потом просто идет общение уже. Все друг друга давно знают, стали друзьями. И это, я считаю, самый главный итог 20-летней работы клуба «Золотой возраст». Что люди нашли здесь, второй дом и общение. Круглую дату, 20 лет со дня рождения клуба отметили также большой и дружной компанией. Шикарный стол, как и программу праздника, готовили все вместе. Я пришла поздравить вас, бабка Ёшка, высший класс. Буду гостей яркою, а дарю подарками. Каждая встреча клуба «Золотой возраст» – это обсуждение интересных тем, праздников, событий, демонстрация презентации, викторины, загадки и даже костюмированные сценки. И все это за накрытым столом, за чашечкой чая. Собственноручно приготовленные угощения приносят сами участники. Нам очень здорово здесь в клубе, и мы с удовольствием откладываем все дела, если не болеем, конечно, и приходим каждый месяц. Это у нас замечательный праздник, каждый месяц. На протяжении уже 20 лет я потрясающе, как Татьяна Евгеньевна это все осуществила. Большое за это спасибо. Мы настолько друг друга узнали, настолько друг с другом подружились. Мы здесь можем рассказать все, что угодно. Ну, знаете, это бывает так в нашем возрасте, как-то нас не очень слушают молодые. А здесь мы можем говорить, мы все друг друга слушаем, все друг другом со всем делимся и превратились в одну большую общую семью. Встреча «Золотого возраста» проходит раз в месяц. По субботам в 15.00 присоединиться к клубу может любой желающий. Следите за афишей. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно-2. Первоклассники из Развилковской школы своими руками создали мультфильм. Юные мультипликаторы под руководством педагогов написали сценарий, сняли и смонтировали короткометражку. На премьере побывали мои коллеги. В первом Г-классе сегодня премьера мультфильм «Спасатели из Багдада». Каждого героя здесь нарисовали и озвучили сами первоклассники. Четвертый год в школе поселка Развилка обучают мультипликации. Ребята постарше неоднократно выигрывали городские конкурсы. Малыши только начали свой путь. Во-первых, они сами придумывают персонажей. Потом они делают, они их рисуют, они собирают марионетки. А потом они двигают их, то есть они их оживляют. Потом они их озвучивают. Это целый театр. Мультипликация – это прежде всего проектная деятельность. А проектная деятельность – это креативное мышление. А креативное мышление в наше время – это вот. Фон, на котором разворачивается действие, ребята тоже создают сами. Десятиминутный мультик снимался почти весь учебный год. Ведь для каждого кадра первоклассники вручную двигают героев. Снимают покадрово. Это называется стоп-моушн. То есть кадр – съемка. Кадр – чуть-чуть подвинули – съемка, чуть-чуть подвинули – съемка. А потом, когда лента идет со скоростью 12 кадров в секунду, тогда получается движение куклы. Мы ставим свою куклу на стекло и потихоньку ее двигаем. Я с детского сада общей не увлекалась мультиками. И в школе мне была возможность снять свой мультик. Кто-то из ребят выбирает для мультфильма уже существующих героев, а кто-то придумывает новых. Преподаватели делятся в любом случае. Это развивает воображение ребенка. У меня был герой Вовка. Я с ним играл, мне он понравился. Когда у нас была съемка «Космос», я сделал корабль. Он у меня красиво получился. Тут с моими друзьями. Тут очень весело. Иногда можно проводить много времени. И ты создаешь свой мультик. Снимать и монтировать мультфильм первоклашкам пока помогают преподаватели. Но к четвертому классу ученики мультиад уже сами владеют и камерой, и программами монтажа. Дети здесь не только творят и воплощают свои идеи, но и учатся нужным в цифровом мире навыкам в игровой форме. Олеся Попова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.